включил я все-таки камеру говорят мы сейчас какой-то городок попадем конечно всегда есть риск полиция или там еще что-то но хочу показать если есть местное село как хотя мы тоже будем сели тем не менее эти чьи-то ворота надо ускориться но и ну и в общем добро пожаловать чего-то там местная станция заправки я хочу сказать что все села на самом деле похожи и они все там особо беспрекрас как есть это вообще вампьеры дакор Вот, 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 вот. И у нас еще 2 маленьких километра, и все. Мы приехали. Говорит пассажир, что 2 небольших километра, как он выразился, и мы уцели. Южная природа такая. Видите, хором нет, все скромно живут. Ничего похожего, как у нас, там на замке и все такое. На Западной Украине любят строить и не жить там. Здесь нет, никто ничем не кичится. Люди просто живут. Хлеб жуют. Вот эти какие домишки. Это типично крыши. Пологие. Общую 70 километров можно ехать. Местный рокер. И везде виноградник. На каждом клочке земли виноградник, виноградник. Виноделие очень развито. истик. Какая-то речка. Небольшая. конечно пардон за камеру наверное там в ютюбе потом не очень удобно смотреть ничего другого предложить не могу чтобы как-то показать происходящее кстати всего вот таких строений много говорят что мы уже практически приехали сейчас поворачиваем налево мы на месте ну здорово же правда такое утро красивое на мой взгляд это фирма вообще шикарно виноградник вблизи солнышко вот так вот я думаю я это все раз мы уже приехали еще вам подробно покажу земля красная значит очень много железа в ней постройки хозяйственные бочка какая-то все как у нас песик какой-то чудо ну в общем все повторюсь во всех во всех абсолютно странах одинаковые дорожное покрытие тоже кстати сказать ничего оригинального хотя в Австрии надо признать даже за кутки заасфальтированы чудесно ну в Австрии не Франция во Франции все естественнее в Австрии я люблю повторять там противоестественная для людей красота чистота пардона ну все тогда включусь уже с процесса попойки или приготовления